Это небольшой спойлер из этого видео и всем привет! Вы попали на вторую часть нашего масштабного книжного переезда, поэтому приятного вам просмотра, ну а нам удачи! Нет, пока доехала до квартиры, здесь уже все разобрали, это было сделано максимально быстро, посмотрите, как стало пусто! Здесь была огромная игра книг, вы помните, стеллаж, туалетный столик, еще один стеллаж, в общем, все уже забрали, Женя там сейчас будет все это дело принимать, а вечером нас ждет огромная распаковка и разбор этого всего! И вжух, ребят, мы вместе с вами перемещаемся на нашу с Алиной новую квартиру, вот, как вы сейчас выглядите, то появляется первый стеллажик, ребята, тащат второй стеллажик, уже выглядит, блин, мне кажется, очень стильно! Алина, любимый туалетный столик, первые коробочки с книжками, наши любименькие, классненькие, сейчас появятся еще! Оп, ребята еще притащили, блин, смотрите, уже вот эти коробки, уже, мне кажется, санили половину комнаты, и это еще не конец, еще и еще! Ребят спросили, что там, кирпичи нет, там книги, это реально, а это послание для вас, наше хорошее! И это еще не конец, еще пополнение у нас, и это еще не конец, еще коробочка, вот теперь все, перемещаемся обратно к Алине! Мне осталось прям совсем по мелочи забрать, вот эти вот сумки я отдаю свои старые, вот эти вот вещи я свои забираю, и мне буквально останется еще вот эту вот коробочку перевести, и мою лампу, еще хочу, конечно, гипсофила забрать, в общем, все, осталось реально по мелочи, потому что самое такое основное, страшное, уже сделано здесь пока у всяких ламп, Сема, Семка, кто у нас был, кто у нас был? К нам дяди приходили, Сема на них гавкал, будь здоров, Матвей! С вами инженер Флекс, мы тут, короче, измеряем все, отмеряем, чтобы все будет тут четко, вот у меня диван... Да, сейчас смотрели, как лучше стеллажи поставить, чтобы телевизор в будущем смотреть, вот так вот, ровненько... Вот, Алина, покажи диван, вот, кстати, я покажу, вот диван, я хочу, что ты читал, тут есть, можно все почитать по швам, тут есть 7 швов, и как раз 4 шов, он в середине, правильно? Вот, импакт выставляем, смотрим по лазерному уровню Флекса, как правильно все выставить, все полочки, чтобы у нас был телевизор помещался, потом в будущем, чтобы было клево, короче, эстетичные полки... Поэтому, девочки, переезд не только там, блин... Короче, это сложно, но прикольно. Мы сейчас думали, куда лучше все поставить, у нас сейчас биокамин, сейчас мы постараемся его поставить вот сюда, посмотрим, как он будет здесь смотреться... И у нас ожидается разбор вот этого всего сегодня... Да... Все примерять, потому что тут все закрепляется к стене, все крепится, чтобы нижние полки все не упали... Да... Как говорится, у нас есть только один шанс... Изменить уже будет нельзя... Шанс Флекса... Так что не переключайтесь, нам будет интересно... Сейчас будут... Спясные... Гонки с биокамином... Разгон... Вы готовы? Дум-дум-дум-дум... Поехали... Он врывается вперед... И у нас есть победитель! Ура! А как думаешь, красиво будет выглядеть? Мне кажется, да... Очень миленько... С стеллажами вообще идеально сочетается... Это вот так вот? Да, может чуть-чуть боком... Вот еще вот в эту сторону чуть-чуть подвинуть... И можно... Да, вот так вот... У нас еще такая мусочка играет... Идеальная... И... Флексин! Йоу! Угу... Двигаем еще стеллажики... Мне так нравится, как они сюда вписались... Вообще идеально... Еще мой туалетный столик тоже... Идеально вписался сюда... Я тут себя сейчас привела в порядок... Немножечко подкрасилась... Ну, конечно, у нас сегодня праздник... Кстати, сегодня еще и день книголюба... Между прочим... И полки сегодня мы с вами будем... Все... Делать... Все ставить... Красивенько... Так что будем сейчас все это готовить... Мы сейчас еще будем крепить вот эту вот полочку... Вы, кстати, ее еще не видели... Эта полка будет Жениным... Там будут стоять его книги... Non-fiction... Сюда сейчас будем ее крепить... Точнее, Женя будет крепить... А я буду поддерживать... Эй... Но перед началом монтажных работ... Нужно немного... Преображения... Переодеться... О-о-о-о... Другое дело... Ну что, погнали... Бей! Сейчас будет четко... мы закрепили полочку он защищает одержание им помогал тоже поэтому все полочка есть теперь будем закреплять у меня алиночка вообще молодец умница я придумал хорошие технологии дали на скажи что я бурю а мы пылесосим точнее я пылесос и весь мусор идти туда и очень удобно в живом помещении находимся даже мы тут живем вот и даже строительное помещение нужно чтобы вся пыль передел чтобы когда работаешь такой строительной темы так что все сейчас будем заниматься этими полками наконец-то приступать к разбору книг ура я так сильно этого жду еще расскажу что эти полки тоже обязательно прикрепить если их не прикрепишь тем более с книгами это очень сейчас будем крепить победный танец привет победный да 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 финальная прямая наверное конечно не финальная готова вот такая штучка и там тоже не рушков реально примут убийственно очень круто реально трясу хорошо держится лайк держи любовь на все теперь точно победный танец мы закрепили все теперь можно спокойно душу разбирать книжечки покажи ну этот сметингстой будем заниматься так теперь оператор я так опа это нас в питере сфоткала очень милая пара у них был инстекс сначала мы сфоткали да да очень круто они нам положили так миленько это мы в петербурге были очень круто там еще смешно было короче алина фотографирует вот и они встали а там же фотография она печатается только один раз нельзя будет переснять и там короче девочка пошла прям перед нами и там девушка покажи как она сделала она такая она вот так вот шуруки ты такая щелк за секунду я ни разу не держала в руках настоящую фотографию инстекс они реально прикольно так выглядит очень классно как живая фотография круто очень крутая фотография и человек который держит тоже очень крутой прекрасный самый миленький да кстати полки есть нужно разобраться здесь на стоит все как попало вот сейчас мы больше такое дело мы с вами сейчас будет открывать все эти коробки и доставать все книги и представляете что сейчас мне кажется мы сейчас всю нашу квартиру заставим книгами все давайте начинать а сначала тебе протру пыль на полочках все было чистенько подготовлено к появлению книжек все подготавливаем полочки сейчас протру везде пыль чтобы все было чистенько естественно пока все приезжало покрылись пылью поэтому нужно все подготовить что такое ум смотрите охота на экспресс да вы узнаете все уголку видео а мы ежедневно содержание есть такой же где-то там вот уже не желтенький а мне розовенький мы будем скоро вместе заполнить по утрам и я надеюсь что мы это не забросим все остался куда у нас коробочка от камеры и всякие провода что это тоже уберем подготавливаем опа вот так вот так вот бывает синтка эстетика прикольная сейчас мы все красивенько красивенько раскладывать и доставать все книги и освобождать их из этих коробок ну все мы сейчас составили все книги которые стали на этих полках а теперь приступаем к распаковке книг ура это фирменная ха-ха все пагна всем как восьми и Всем как во сне! Кстати, мои хорошие, вы заметили в этом видео вот такой вот классный и очень интересный по внешнему виду стул. Я вам как-то рассказывала недавно про классный стол, который и красивый, и очень полезен для здоровья, а теперь расскажу об вот этом вот стуле-седле и расскажу его преимущество от обычного офисного стула. Видите, у него такой вот очень интересный внешний вид и правда ли он такой удобный и чем же он полезный, сейчас расскажу. На стуле-седле мы не сидим полностью, а занимаем промежуточное положение между стоящим и сидячим. При этом угол между бедром и позвоночником получается около 135 градусов, а ноги расставлены в стороны. Это поза наездника, самое естественное для человека среди всех сидящих поз. На обычном стуле возникает момент вращения, который стремится оттолкнуть поясницу назад. Чтобы сохранить равновесие, человек наклоняется вперед. Поясница выгибается наружу и позвоночник принимает форму банана. От этого может появиться сколиоз, головные боли и даже грыжа. Вот такие ужасы. Кстати, о стуле-седле у него очень интересная история, потому что когда мы на нем сидим, складывается впечатление, будто мы сидим на коне. Именно такое идеальное положение от боли в спине выявил Вилли и Юси. И вот так появился стул-седло. Этот стул, как и стол, я заказывала с магазина Smart Stool, поэтому ссылочку, конечно, я оставлю в описании под этим видео. Консультанты очень милы, поэтому они вам точно помогут подобрать ваш идеальный стул под все ваши потребности, поэтому очень-очень совет, это моя искренняя рекомендация. Ну что, первые пошли. Вернете, расставляю все красивенько по издательствам, по авторам. Вообще, реально. Женя, довольный, потому что он наконец-то дождался собирать. Моя первая нежная полочка. Будем реально рад, крутой человек, фотосель. Думаю, красота получится. У нас, посмотрите, что здесь происходит в комнате, и посмотрите, что у нас происходит в коридоре. Ладно, комната, но вы посмотрите на наш коридор. Это, я не знаю, как мы будем вылезать из нашей квартиры. То переплетел в дом, то убирает. Гостям всегда мы рады. А еще мы что-то совсем погрязли в книгах в этом всем, поэтому забыли про то, что нужно кушать. Вот поставила водичку, буду варить гречку, поэтому сейчас немножечко прервемся, когда все приготовится, и будем кушать, ужинать. Но пока! Разбираем! И у нас играет дефира на фоне, что может быть прекрасней. Что делать на двоечке? Это что-то упало? Все хреново. Все, все хреново. Тонко искусство пофигеть. Просто это не полкупало, не дай бог. А мама тут же. Так! Аккуратно! Шучу, шучу. Мне Женя все советует прочитать. Какую из этих ты мне советуешь? Начали с этого. А, с вот этого. Она такая еще тоненькая. Да, улья. Как раз тонкая искусство пофигизма и книжечка тоненькая. Реально, ты можешь за вечерю ее прочитать. В общем, я Женя очень советует эту книгу, поэтому я как-нибудь обязательно ее прочитаю. Так что все. Теперь я дальше разбираю. Я начну делать вот этот вот стеллаж, потому что он такой вот, сразу бросается в глаза, и он на фоне видео у меня будет. Смертью у нас еще бьюгамин прикольно стоит. Он постоянно будет на фоне видео. Плюс, когда гости заходят, сразу видят его, поэтому его нужно сделать прям максимально таким шикарным. Поэтому сюда поставлю свои самые любимые книги, самые красивые издания. В общем, такой будет красота невероятная. Я? Ты про меня говоришь? Да, ты красавчик нереальный. Все. Ну, начну я, наверное, пожалуй... Я не знаю, с чего начать. Видите, пока какие мне милые носочки с мишками. Вот. Ну что, с чего начать? Ладно, начну, пожалуй, пока с эксклюзивной классики. Ее здесь очень много, поэтому начнем именно с этим. Ну, я начала, как сказал, с эксклюзивной классики, и мне очень нравилось, как у меня выглядит полочка до этого эксклюзивной классики. Поэтому пока я повторяю, все ставлю так же. Поставила мой мастер, стер, бронто сюда. Сейчас буду ставить дальше книжечки. Господи, как я люблю эксклюзивную классику, как она выглядит так ярко, так красочно, сочно на полках, а мы пока заклянем, что там Женя делает, как-то у него дела обстоят. Ты расскажи, что у тебя тут. Потихонечку, помаленечку. Так, оп, залезла. Прямо у тебя, посмотри, тутелька в тютельку умещаются книги. В общем, мы все время с Женей, обязательно посмотрим, что у него там, а мы пока делаем дальше. В общем, пока я, наверное, зарубежных авторов соберу, потом уже дойду до русской классики и пока думаю, как сделать. Возможно, одиноклассик у меня еще перейдет в другое место, чтобы не в дворе достать, у меня на самом деле не особо нравится, когда книги в дворе достать, поэтому сейчас еще подумаю, как сделать лучше. Но пока буду сейчас дальше. Так, что мне дальше стоило? Наверное, поставлю Джека Лондона. У меня есть пару книг, два автора, поэтому поставлю их как раз так. Где у меня еще? Вот Мартин Миттон у меня есть, Джека Лондона, Белый Клых, Зов предков. Вроде бы все у меня от Джека Лондона, поэтому сейчас поставим это все на полочку. Красота! Чувствую себя обновленной, когда вижу пустые полки. Это вообще, это что такое? Но я пока, это пока такой пробный вариант. Я поставила сюда вот немножко зарубежных меняю Джек Орел, русская классика, здесь уже вся классика. зарубежная, ну, почти вся вот, например, яма и исключение. Ну, в общем, это потом все, возможно, будет меняться, я пока подумаю, но я буду продолжать дальше, потому что вот эта центральная полочка у меня будет посвящена Стивену Кингу. Сейчас будем ее ставить. И не начну я выставлять, конечно же, с вот этих вот. Красавчиков! Боже, как я люблю эти книги! Они, ну, невероятно красивые, посмотрите. Вот. Теперь, знаете, они так еще лежат отдельно друг от друга, поэтому сейчас будем собирать по одной. Вот одна, вторая, вот я вижу тут третью книжечку, и где-то должна быть еще одна, она где-то здесь, вот она. Смотрите! Постепенная коллекция у меня пополняется. Скоро не к судим на классике нужна будет отдельная полка, а скорее Стивену Кингу нужна будет отдельная полка, возможно, все еще будет в ближайшее время меняться. Давайте попробуем поставить эти книги в одной вот этой вот серии Стивена Кинга, чтобы вы понимали, шесть книг, и не все, мне кажется, такие вот огромные. Я хочу собрать все вот в этой серии. И просто одна эта серия займет почти всю полку. Так. Кстати, вот эта книга, она отличается по цвету. Смотри, тут более такие бронзовые, что ли, даже, да? Вот более в золото, не знаю, странно. Но все равно красиво выглядит все. Вот у меня Стивен Кинг. Удобно, что я привозила все в одной коробке, поэтому все в одном месте у меня здесь со Стивен Кингом лежит. Вот мне пару книжечек из вот этой вот серии. Пока подумаю, что с ними делать, но давайте проверим, уместятся ли вот эти вот все книги вместе с вот этими вот томиками. Мне кажется, что не уместятся, эти книги, придется что-нибудь снова придумывать. Начну я с вот этих вот книжечек коричневого такого вот оттенка, горчичного, коричневого. Сейчас буду их расставлять на свои полочки. Чуть-чуть, да, не помещается? Что-то эти вот полстачки, они занимают очень много места. А можно сверху сделать. Ну вот я сверху, да. Сверху я хочу сделать. Так, самое главное, не поместилось оно. Как я без оно? в главных рядах. Что можно убрать тогда? Ладно, это мы уберем. А сюда мы поставим все-таки оно, стивен и кинга, но потому что, ну как, без оно, это никак. Оно должно стоить здесь. Так, я расставила полочку Стивена Кинга по цветам и решила, что книги, которые не помещаются, положу пока вот сюда. Опять же, в дальнейшем все, возможно, поменяется, но пока все мне будет лежать здесь. Потому что, опять же, коллекция вот этих книг у меня дальше продолжает пополняться. Так что пока я не знаю, что буду делать дальше. Что у нас здесь осталось? Осталось совсем-совсем капелюшечка. Кажется, что вроде немного, но мне кажется, что даже сюда сейчас они не поместятся. Сейчас будем думать, что лучше сделать. Тут три книги осталось. Не поместятся? Только если вот эти сделают, вот так вот. О, тогда, наверное, поместится. Хотя, блин, тут, наверное, не поместятся все три книжки. Не, не помещаются, только две. А так, книжка не поместилась. И сюда тоже не поместится. Что делать? Если бы они были не такой большой формат, поместилось бы три книги. Попробуй. А если вот эти две сюда, и эти сюда. Это, наверное, какой-то книжный тетрис. А эти вот сюда. Уходи. Ура! Посмотрите, какая красота получилась. Вообще, просто тютелька в тютельку. Еще бы миллиметрик, и все, и уже бы не влезло. что-то такое маленькое, связанное с химиками поместить. Да. Было бы, конечно, идея лягунку губку. Какой-нибудь оно такое сидит на книжечке. Ты ночью просыпаешься, смотришь, а там маленькое оно. Оно улыбаться будет, ее ромахать ручкой. Откусы будет. Пойдем теперь ужинать. Да. Кушать хочется. Сделаем небольшой перерывчик. Ребят, перерыв на покушать. Ну, теперь у меня в планах. Здесь, скорее всего, сделать полочку с фридомом и поставить романы Эмма Скотт, потому что у меня их уже много скопилось. А дальше, скорее всего, здесь я сделаю полочку. С чем, с чем, с чем сделать полочку? С чем сделать полочку? С чем сделать полочку? Вечная проблема. Уже не смотрят и слушают уже сегодня 20 раз Ленину фразу с чем сделать полочку? Работу именно на полочку. Через одея. Через одея, вот да. О, кстати, я как раз хотела сказать, куда мне Росман здесь. Вот я тоже думаю либо вот сюда, либо вот сюда. В общем, сейчас подумаю и вернусь к вам, что же я в итоге здесь надумала. Женину полочку я пока не спойлерю, он сам вам расскажет. вот так, вот так, секундочку, переключимся на меня, немного лукос от этих вот нежных, нежных, миленьких полочек. Самая красивая девушка на свет, самая прекрасная, самая миленькая. Вот. И переключимся немного в саморазвитие, нон-фикшн, такой вот, личностный рост, классная штука, бизнес, вот это мышление. Вот тут, короче, только в тихо-рят, тихо-тихо. Я тут забрал такую штучку, Алина по себе, это будет нашим секретом. Тут у нас идет база, прям вот, очень крутая база, реально. Вот эти две книги, вот эта книга, ну это просто реально, с этого, если вы думаете, с чего начать саморазвитие, начните вот с этого, например, самый богатый человек на зло, нереально. Вам расскажет немного про финансовую грамотность, небольшое количество вот этих всяких напутствий, советов, реально, неплохая книга, особенно в этом здании от МИФ, она вообще потрясающая. Семь навыков, немного старенькая, но ничего в этом плохого нет, очень мудрая, очень хорошая книга, где можно познать какое-то вдохновение, что-то для себя. Это просто бомбическая бомба, реально, это пушка, это вау, это просто, эта книга не сильно популярна, в РУС-сегменте, я вообще ее узнал через, я сам как-то гуглил эту всю тему, в итоге связанную с философской, это, короче, про то, как превратить свою жизнь в игру, гемидифицировать немного, знаешь, как, типа, проблемы, это не проблемы, это задачи, это как квесты в играх, как-то жизнь относится, как к игре, знаешь, как вот прокачиваешь, не против, если я к вам на ты, мы так вот так сразу так познакомились, я так сразу на ты, просто я люблю к тебе обращаться, на себе, кто смотрит этот ролик, ты самый прекрасный человек на планете, понял, верь в себя, ты офигенно, все получится, так много любви, реально, блин, все-таки классно, зашел, зашла, да, человек, да, ты на канал, и тут бац, тебе, ну, ты пупсик, это вообще замечательно, я не знаю, как тебя зовут, кто ты, но ты потрясающе классный вообще, йоу, это кулинарное шоу флекса, добро пожаловать, так зашли, да, на книжные полки переезд, и попали, ха, на кулинарное шоу флекса, для этого нам надо один блендер, вот, мой вообще потрясающе классный блендер, только на него нужно ставить такую штучку, ба-бэм, сейчас я немного починю, все сделаю, так передвину, и все, и так, для молочного коктейля флекс нужен блендер, стакан молока, клубничка, банан, мороженое, ложечка меда, ииии, добавлю секретный глинет, немного грецкого ореха, получится вообще очень вкусно, и теперь все нужно добавить сейчас в блендер, замиксовать, и лучше, вообще пушка, мне кажется, бомба, они будут рады, вообще классно, и вот все ингредиенты загружены в блендер, небольшая магия, и получится невероятно вкусный бомбический коктейль, так, ну что, пока там Женя готовит вкусный смузи, я уже вот что здесь сделала, пока Женя вам сделала взор на свои полочки, но посмотрите, какая красота получается, мне так нравится, в общем, здесь у меня расположились книги издательства Росмэн, и вот еще положила сюда книги Ольги Пашниной, еще тут местечко будет для одной-двух книжек, тем более, одна книжка издательства Росмэн ко мне уже едет, здесь у меня различные фэнтези, очень классно, мне кажется, все с друг другом сочетается, и ниже, я думаю, что у меня тоже будет продолжение фэнтези, посмотрю сейчас, как все будет располагаться, еще, кстати, я поняла, что нашла еще пару книг лайкбука, вот эту, например, вот эта еще книга, это заставится лайкбук, вот эта, поэтому все это нужно будет поставить как раз вот на ту полочку, и все, полочка забьется, вот так вот я думаю, что место остается, а нет, все, все, все в итоге становится впритык, но, конечно, выглядит все так красиво, я супер-пупер довольна. Так, и наш молочный коктейль готов, давайте его попробуем, сейчас разольем, оп, в клубничный флекс, ха, я только сейчас придумал, оп, посмотрите, какая текстура, так, это бомба, порубуй тоже, реально так вкусно, сейчас, там малиночки, попробую, что она скажет, попробую, где-то, что она скажет, так, вот главный эксперт и жюри моих клубничных коктейлей, так, как вкусно, очень вкусно, как оцениваете этот, малышный коктейль по десятибальной шкале, это 100 из 100, из 10, спасибо, очень приятно, нашу задачу, кулинарная шоу-флекса закончилась, так, я тут сейчас делаю верхнюю полочку, у меня как раз нашлась книжка, одна от Зайства попкорнбукс, и я думаю, что она идеально сейчас поместится сюда, да, смотрите, все, идеально заполнилось, я как раз искала еще одну книгу, чтобы ее поставить сюда, какая красота, мне так нравится, здесь вот у меня собрались романы в большинстве своем, тоже их всех вот так вот расставила красивенько, сюда поставила очень красивую книгу Джо Джо Мозди «Встреча в Париже», а сюда решила поставить дом, в который, мне кажется, она сюда прям так классно вписывается, потом, может быть, я куда-нибудь уберу, но пока пусть здесь порадует меня, я так давно ее хотела, и вот, наконец-то, она у меня появилась, здесь я уже поставила книги Анны Джейм, потом эту полочку очень красиво оформлю, также здесь у меня одна полочка будет выделена под книги Агаты Кристи, одна или две полки уже даже будут выделены под графические романы и комиксы, тоже очень красиво, еще одну полочку хочу выделить под благословение небожителей, ну, посмотрим, как получится, возможно, с какими-то еще книгами я их поставлю, но я тоже так, как давно хотела, так они не сильно нравятся, поэтому они заслуживают отдельного места на полке, у меня все четыре вышедшие книги, там вот еще две как раз лежат, у меня также будет полка памяти ностальгии, куда я поставлю книги странносказок, поставлю Киру Касса, также Алу и Зиму, и я не забрала Лунные Хроники, почему, спросите вы меня, а все потому, что я хочу Лунные Хроники перекупить в одном очень красивом оформлении, которое не так давно вышло, но у меня, если вы знаете, если вы давно подписаны на мой канал, вы знаете, что я обожаю Лунные Хроники, это одна из моих самых любимых серий, но эта серия у меня в разных оформлениях, абсолютно разных, мне это никогда не нравилось, и я никак не могла себе купить все книги в одном оформлении, но теперь я специально их не стала забирать сюда, чтобы не оттягивать этот момент, и наконец-то купить все книги в одном оформлении, чтобы они мне красивенько стали на полочке, радовали глаз, я тоже им хочу выделить отдельную полочку, вот эту вот маленькую, мне очень нравится, что на этом столожи, такие вот маленькие ячейки, можно выделить по какие-то прям определенные категории, как-то красиво оформить, у меня никогда не было таких стеллажей, были только вот такие вот длинные, поэтому сейчас прям отрываюсь по полной, так сказать. Я приготовила книги Агаты Кристи уже, у меня есть еще одна книга Агаты Кристи, поэтому давайте ее возьмем, и подумаем, куда сделать эту полочку. Так, я пока тут достала, что у меня еще лежало лишнего пока что, и не хочу сделать полочку детективов, как раз таки в одной из ячеек, у меня есть прекрасная книга по Шерлок Холлсу, безумно красивая, много раз показывала на канале, это вообще именка тоже моей коллекции, и вот собрала книги Агаты Кристи, уже их выложила по вот этим значкам, у меня большинство книг именно с Аркюлем Пуаро, ну неудивительно, да, и также вот книга, где пока что непонятно этот детектив, это третье лицо, и Смисс Марфел, вот еще все разложила, сейчас буду складывать. Ча. Женя принес попробовать еще один коктейль. Да, пока не придумал название, тестовый флекс 2. Вот этот прям еще сладенький-сладенький. Ваниль, банан. Тут очень чувствуется ваниль сильно. Ваниль? Ваниль, ванильный гейнер, прикольная штука. Банан. Очень уголь ехал. Он прям вообще максимально такой вот выпил. Немножко вот такое, горечка вкусная. У меня вот с клубничкой вкусненький, сладенький. За переезд, за новые книжные полки. Ура! У-ху! Не верится, что я уже почти все разобрала. Смотрите, как у меня чуть осталось всего. Про вообще капелюшечку осталось. И все! Не верится, что сегодня выродил ей такой огромный путь. Так, ну что, Шерлока Холмса я поставлю вот так вот. Вообще, красота, мне кажется, нереальная. И книги Гаты Кристи я вот так вот рядышком положу. И как раз получится идеальная полочка детективов. Как вам, ребят? Мне кажется, это восхитительно выглядит. Вот и встретились они Артур Конан Дойл и Агата Кристи. У меня, правда, стоит еще Шерлок Холмс. Вот здесь, в этой эксклюзивной классике. Вот, ну понятно, почему здесь стоит. А так полочка получилась очень-очень красивенькая. Настроилась сделать полочку с графическими романами. Сейчас я, наверное, как раз их всех соберу. Вот у меня графические романы. Пока немножко не знаю, куда положить. Вот у меня графический роман. Так, давайте поищем вместе с вами еще графические романы. О, вот здесь у меня всякие комиксы. Как раз для них я хочу взять эту полочку. Здесь очень-очень красивые комиксы. Такие они прекрасные. Я их обожаю. Тоже хочу что-нибудь красивенькое сделать. И все их красивенько расположить. О, еще у меня есть потрясающие комиксы. Которые вот эти. Они очень миленькие. Я их, возможно, прямо на видное место положу. Потому что мы их сейчас с Женей читаем. Это маленькие моменты любви. Такой вот катана-комикс. И быть вместе. Такие они прекрасные. Ну, вообще, Жене в восторге. Вот смотрите, докуда мы дошли здесь. Тут мы пока чуть почитали совсем. Вот. Ну, постепенно читаем. Но они такие миленькие. Вообще потрясающие. А вот этот вот графический роман. Значит, Вендетта. Я о нем поподробнее расскажу еще в покупках. И, возможно, даже в прочитанном. Потому что мы тоже Жене сейчас его читаем. Но это вообще очень-очень-очень красиво. Он такой огромный и тяжелый. В общем, давайте поставим его тоже сюда. У меня здесь все такое получается миленькое, яркое. Поэтому я решила все-таки пучку с детективами, наверное, передвинуть вот сюда. А сюда хочу как раз поставить благословение небожителей. Так, собираю отсюда благословение небожителей. О, кстати, мангу у меня еще есть. Наверное, мангу я поставлю тоже комиксом. У меня вот всего три манги. Поэтому поставлю это все в одно место. Наверное, вот сюда куда-нибудь сзади поставлю. Пусть там стоят. Как раз-таки, я думаю, подходят по стилистике. Его забрала еще треть, четвертый том благословение небожителей. Это тоже у нас спойлеры к книжным покупкам. Но я не могу насладиться этими книгами. Они такие потрясающие. Они такие красивые. Вообще, вообще, на что за потрясающая красота. О, я знаю, что сюда будет идеально поставить. Так, это трилогию «Алая зима». Я думаю, поставить полочку с ностальгией. Но понимаю, что у меня там все книги не поместятся. А эти идеально подходят под колорит. Вот, я считаю идеально. Пока пусть будет так. Потом, если что, еще исправлю. Будет она стоять и привлекать меня, чтобы я быстрее ее прочитала. Пришло время полки памяти. Почему так ее называю? Потому что там будут стоять такие значимые книги для меня. Например, это «Страна сказок». Серию, которую я очень люблю. Которую я читала давно. Но, и как-то хочется мне тоже красивенько выделить. Тем более, книги безумно красиво смотрятся. Давайте, пожалуй, сделаем эту полочку вот здесь. Теперь, из оставшегося, давайте соберем бамбуру. Так, у меня вот много книг. Вот клевер. В общем, он фикшн. Собираем весь. И будем распределять тоже на полочку. Так, это все тоже у меня относится сюда. И Женина книжка, которая у него на полку не влезла. Смотрите, какая огромная. Тоже мы с вами сейчас поместим. Посмотрим, поместили ли у нас это все вот в эту вот полочку. Начну с самой большой, шикарной книги. Гиблиотека. Это книга по мультфильмам студии Гибли. Знаете, «Ходичи замок» так вот там описывается, как создавался этот мультфильм. А еще от Бамбора у меня есть книга Pixar. О этой компании. А я обожаю мультфильмы Pixar, поэтому этой книги я не могла пройти. Кстати, смотрите, что Женя еще нашел. Я забыла, что у нас есть этот комикс, но это Женин комикс Рик и Морти. Смотрите. Так что, мне кажется, у нас как раз он такой толстенький, что мы сейчас его поставим. Сейчас покажи. О, я забыла про «Пять языков любви». Эта книжка про отношения. Так по полу катаюсь смешно. Вот. И как раз я думаю, ставить его сюда. Ладно, там, размеры не будет некрасиво. Ну ладно, все равно, про отношения пусть лучше будет стать с книжками про отношения. Все равно очень миленько получилась полочка. Такая основная фикшеном. Тут уже мой фикшен в большинстве. Это уже не на книжку. Я уже рассказывала, что она просто не влезла на Женину полку. Так, что у нас осталось? У нас вот осталось вот такие вот книжки, которые вообще ни туда, ни сюда, куда идти, я пока не знаю. Поэтому сейчас надо будет подумать. Ну посмотрите, все. Это вот все, что осталось. Все. Я все убрала. Аж не верится. Все разобрала. Это было, конечно, трудно. У меня голова сейчас взрывается, потому что у меня каждый раз был вопрос, так, куда это поставить, куда это поставить. Все равно не везде все идеально. Но я думаю, что все равно получилось очень-очень красиво. Ух, ребят, вот мы все и сделали. Честно говоря, не верится. Мы уже такие замучены. Думаю, что по мне это видно. Знаете, мы сегодня все это перевезли, все это прикрепили, собрали, еще какие-то другие вещи. В общем, это было непросто, но мы справились. Поэтому я как бы все сейчас разложила, естественно, может быть, потом еще все поменяется в течение нескольких дней. Плюс я буду расставлять весь декор на своих полочках. Разные сетейточки. Я пока кое-что добавила, но потом, конечно, я буду исполнять все добавлять, потому что у меня декор уже в других коробках лежит. Так что, если вы хотите видео о моих финальных новых книжных полках, то обязательно пишите об этом. Но на этом было все. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.